Россия – чемпион. Именно такого результата в чемпионате Европы по спидвею среди пар ждали все болельщики. В этом году гонка проходила на Балаковском стадионе «Труд». Этот спортивный объект после проведённой реконструкции может принимать соревнования самого высокого уровня. И уже во второй раз он становится площадкой для проведения европейских чемпионатов. В сжатые сроки были восстановлены крупнейшие спортивные объекты. Уже в прошлом году на реконструированном стадионе «Труд» прошёл полуфинал чемпионата Европы по спидвею. А сегодня Балакова принимает финал престижных соотязаний. Сборную России на чемпионате Европы представляли балаковец Владимир Бородулин, Виктор Кулаков, который в этом году выступает за Башкирию, и видер приморцев Григорий Лагута. Несмотря на то, что обычно они являются соперниками на треке, на этой гонке они продемонстрировали отличную командную борьбу. И зрители с первых же минут соревнований поняли – сборная России покажет достойный результат. «Мы болеем за нашу страну, так как сегодня наши гонщики отстаивают интересы нашей страны, нашей России. Соответственно, мы болеем тут не за конкретного гонщика, а за нашу страну. Пожелаем ей победы сегодня». «Технически подготовлены, стадион отличный, и спортсмены хорошо подготовлены. Нравится, как выступают наши ребята. Пока, мне кажется, они впереди даже. Вот они привезли пять очков в одном из заездов. И так все организовано хорошо». «Очень хорошая борьба на треке в некоторых заездах. Ну и, конечно, мы болеем за нашу сборную, которая показывает прекрасный результат». «Гонка потрясающая. Мне очень понравилась. Очень радует, что наши впереди. Это круто. Хотелось очень поблагодарить компанию «Фосагра», что благодаря этой компании у нас продвигается и живет спидвей в нашем городе». Действительно, благодаря поддержке компании «Фосагра» спидвей в Балакове развивается. У команды «Турбина» появились качественные мотоциклы. А ведь именно от технического оснащения клуба во многом зависят результаты гонок. Компания дала старт реконструкции стадиона, восстановив четыре сектора трибун, приобрела защитные борта для безопасности гонщиков. Да и сегодня «Фосагра» – друг и партнер клуба, а также генеральный спонсор всех европейских турниров, проходящих в Балакове. В компании убеждены, спидвей для балаковцев – особенный вид спорта. И практически на 100% заполненные трибуны на соревнованиях – лучшее тому подтверждение. Мы встречались с руководством клуба, стадиона, с администрацией города и совместно приняли решение, что мы должны сделать подарок городу, именно провести какое-то очень серьезное такое соревнование, а именно вот чемпионат Европы, финал. Впечатления, конечно, потрясающие. И самое интересное, что я думал, что наши гонщики будут выглядеть несколько в тени по сравнению с такими европейскими знаменитыми гонщиками. Но, тем не менее, мы видим, что команда России первая на данный момент идет, и наши именно балаковские ребята выигрывают. Вот так же, как последний заезд показал, то есть это замечательно очень. Сборная России доказала, что командная работа на треке – залог успеха. Нашим гонщикам практически не было равных, и как итог – заслуженная победа. 9 баллов добыл гонщик турбины Владимир Бородулин. Столько же у Виктора Кулакова. 8 очков внес в копилку сборной Григорий Лагута из Владивостока. Каждый спортсмен знает, что победу достается очень тяжело, и над ней надо работать. И каждый спортсмен гордится любой выигранной другого спортсмена. Все гонщики, которые сегодня, Вова и Витя, мы сегодня отлично проехали также. Я думаю, претензий к нам сегодня не будет никаких. Я думаю, для приезжих было тяжелее, чем для нас. Я всегда привыкли, потому что в Европе более ровнее треки, а здесь нам это на руку было. Эта гонка стала настоящим подарком для всех поклонников спидвея. Впервые сборная России стала победителем чемпионата Европы среди пар. На втором месте – сборная Чехии, на третьем – команда из Латвии. А вот чемпионы прошлого года сборная Польши стала пятой. Продолжение следует...